Доброго времени суток, друзья! С вами АИФ, и мы с вами продолжаем проходить такую игру, как This is the Police 2, и нам предстоит допрос! Так, нам тут предлагают выбрать вариант того, что мы будем спрашивать у этого... ...подозреваемого. Я знаю, что за убийством шерифа Вайл состоит твоя банда. Просто скажи мне, кто нажал на курок, и, может быть, я тебя отпущу. Не, как по мне, это не очень убедительно звучит. Ты и твои дружки заманили шерифа Шарпфуда в засаду и поддало убили. Вы, галстуки, вообще представляете, что вас теперь ждёт? Ты ведь из этих мест, да? Уверена, ты слышал, что наш шериф Вайлз погиб. Что тебе об этом известно? Так... Знаете, что я думаю? Мы с вами используем второй вариант. Обрушишь на нас всю мощь своей деревенской полиции? Пощади, милая, хотя бы проверь свои факты для начала. Так... Ну... Такое себе. Насколько я знаю, вы никогда не держите наркотики в своей базе. Почему? Да что с тобой разговаривать? Ты ведь 2,2 сложить не можешь. Ты хотя бы в школу окончила? Может, тебе на кулинарные курсы записаться или что-то в этом роде? По-моему, он какой-то не сильно разговорчивый. Так... И мы явно с вами недовольны. Вы хоть бы чемодан спрятали. Что? Там всего лишь... Чарли, закрой рот и приготовь всегда просто подозреваемого. Мне вот интересно, он при всех вариантах такой неразговорчивый с нами? Лили, я хочу... Я просто хочу, чтобы... Ты ведь понимаешь, Гейл, что это скоро закончится? Все это. Ты понимаешь, что это правда, ведь? Я... Я понимаю, Лили. Мне нужно дописать письмо капитана Картера. ... Продолжение следует... 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 Ой-ёй-ёй-ёй, какой неприятный звук. Я так понимаю, мы по-прежнему пытаемся написать письмо. Но чё-то пока безуспешно. Дорогие Дион, Оливер и Эдгар, я бы многое удал, чтобы сесть сейчас рядом с вами на крыльце нашего старого дома, раскурить сигару и спокойно поговорить. Знаю, что у вас ко мне много вопросов, много неприятных вопросов. Мне легко услышать их у себя в голове, гораздо труднее будет найти ответы. Ты виновен в том, что о тебе говорят? Я виновен только в том, что хотел позаботиться о своей семье. Мне очень жаль, что я взялся за это так поздно. Я виновен только в том, что доверился не тем людям. Меня использовали и выбросили на помойку. Мы с вами пишем письмо, да? Почему ты сбежал из Фрибурга? Я не сбежал, я взял время, чтобы перегруппироваться, а потом вернуться и очистить своё имя. Иногда отступление это единственный путь к победе. Я сбежал, потому что не хотел умереть в тюрьме. Я знаю так много про каждого влиятельного мерзавца в этом городе. Да. Мы с вами своеобразное письмо пишем. Точнее, как пишем? Выбираем, что написать. Почему на самом деле мама ушла? Потому что решила, что хочет... Так, страховым агентом. Ага. Салли, ваша бабушка, однажды сказала, что я уже совсем старик. Что у меня нет энергии, поэтому... Это отсылка, друзья, насколько я понимаю, к первой части This is the Police. Потому что... Был, был такой сюжет в первой части. Поэтому, насколько я помню, там вот Салли всё говорила. У тебя тоже был роман на стороне? Я не могу, хотя бы потому, что мы с вашей мамой... Да и трудно назвать, которые часами говорили по телефону. Нет, ну давайте мы с вами здесь первый ответ дадим. Я не помню, на самом деле, что было на его стороне. Зачем ты связался с мафией? Я и не связывался, эта мафия не оставила мне выбора. Да. Мафию нельзя победить, её можно только контролировать. Ты убивал людей? Я никого не убивал своими руками. Но, насколько я помню, мы сами тогда в той части никого не убивали. Но приказы отдавали. Как твоё здоровье? Я чувствую себя хорошо. Побег от федералов и две прежние комы, однако... Ага. Ну так, как-то... Как-то так. Почему ты просто не ушёл на пенсию? Я ловлю преступников, это всё, что я умею делать. Это всё, в чём я хорош. Да, вот второй вариант мне здесь определённо нравится больше. Потому что он как-то вот прям... Чего ты боишься? Я боюсь, что меня поймают за брут в клетку. Что ты планируешь делать дальше? Хм. Да. Поэтому я взялся и за это письмо. Что ты планируешь делать дальше? Я во многом изменился. Я не могу вам сказать этого. Да. Мы с вами такое своеобразное доверительное отношение построим в письме. Так. Мы едва заткнули этого парня. Оказалось, я не из клепка. А ведь даже не перешел к третьей фазе. Третья фаза это когда они сворачивают свой штаб, но если потропимся, мы сможем схватить почти всех. На этот раз в старом летнем лагере на севере товар они никогда не хранят в штабе, всегда находят какое-нибудь новое место. Обычно съемный дом на окраине. Чаще всего в этих местах живут случайные арендаторы, которые ничего не подозревают, что у них под половинцами хранится. Главное, чтобы товар не связать с галстуками, а галстук с товарами. Помнишь маленький трактор Форсетти? Мы туда после выпускного зашли выпить. Мистер Блэйнс переделал его в свой дом и теперь сдает за гроши. Две недели назад там поселился какой-то старик, и у него под ногами 27 килограмм героина. Думаю, здесь этот хмырь немного водит нас за ночь. Наверняка в доме засели четверо-пятеро вооруженных охранников. Хотя дом маленький, да? Ну, двое как минимум. Я не поверю, чтобы они просто оставили этот товар под полом какого-то старика. А если даже и так, если вот какой-то старик, он наверняка в доле. Эй, а может старик это просто кличка? А? Может там засел какой-нибудь опытный громила и устроил нам засаду? Может он уже... Ну вот вы скоро съездите, возьмите на случай две машины. Если в доме живет не только какой-то старик, кто бы там ни был, везите их сюда. И про героин не забудьте. Остальные поедут за мной, штурмовать штаб. Все верно, Лили? Видимо, да. Ноябрь, 21-е число. Вызовы. Наркотрафик. Так. Все события, требующие вашего внимания, отображаются иконками. Ага. Окей. Ну, нам с вами сюда. Так. У каждого вызова есть требование к уровню профессионализма ваших подчиненных. Окей. Гаустыки готовят крупную партию... Героина. Снайпером он не может быть. Ну, мы едва с вами до 600 дотягиваем, но мне это не нравится идея. Ну, и, походу, ситуация с полицией здесь все-таки очень плачевная. И нас сейчас предстоит шахматная игра или что? Все порастерял. О, нет. Нет. Нет, нет, нет. Ты только посмотри на это. Нет, ну ты только взберни, Кори. Они что, не нашли никого лучше, чтобы выиграть товар? Или им просто все равно, или мы чего-то не понимаем? Как ты считаешь, Кори? Мы чего-то не поняли? А? То, что в очереди с товаром сидит пьяный грязный дед? Есть какой-то особенный смысл? Может, нам нужно расшифровать послание, а? Ну и как ты думаешь, где они могли спрятать порошок? Ну почему бы тебе не поискать его, пока я подопрошиваю подозреваемого, а? Тебя? Как тебя зовут, старик? Что ты сказал, старик? Надо отвечать четко и ясно. Когда с тобой говорит офицер полиции. Меня зовут Нэш. Оррен. Вот что я тебе скажу, Ворон Нэш. За 15 лет в полиции я поведал много отвратительных кусков говна. У нас тут не самый благополучный городок, если ты не заметил. Я ловил воров, ловил насильников, ловил убийц, и наркоторговцев тоже ловил. У меня такая работа, понимаешь? Я делаю свою работу. Тихо и медно. Как профессионал. Но вот вы... Такие... Такие мрази, как ты... Вы... С вами мириться трудно. Такие мрази, как ты, выводят меня из себя. С такими мразями, как ты, я не могу... Я просто... Я просто не могу становиться... Однокровным профессионалом. Просто не могу. А знаешь, почему, Ворон? Потому что... О, простёй, Ворон. Я на секундочку, ладно? Чарли, какого... Кори, ищи, что вы наркотики, пока я за них чертом подозреваю. Хорошо. Так вот, Ворон. Такие мрази, как ты. Выводят меня из себя. Потому что вы думаете, что с вами никогда не придут. Вы думаете, что полиция в нашей жизни настолько не способна. Вы думаете, мы только снимаем кошель с деревьев и помогаем сторожкам донести сумки до крыльца. Вы думаете? Вы верите? Вы действительно, действительно верите, что вы не уязвимы. И поэтому вам даже не нужно стараться. Спережешь товар, не смыкая глаз, Ворон? Вы готовились к нашему приезду, Ворон? Устроил нам же садок? Ты ничего не сделал, Ворон. Вообще. Ты думал, что я не приду за тобой? А я пришел, Ворон. Вот он я. Что ты теперь будешь делать, Ворон? Какой у тебя план, Ворон? Эй, кажется, я что-то нашел. Слышишь, Ворон? Он что-то нашел. В следующий раз прячь. Получше. Ну что, похоже на 27 килограмм Геройна. Я... Я бы сказал, что-то между 26 и 28 килограммами. Ну... То есть, тут похоже на 27 килограмм. Да? 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 Да, похоже на 27. А что мы гадаем? Доставай и грузим машину. А я упакую старика. И всякое барахло его надо прихватить. 27 килограмм. Я бы хотел... Мне нужно... Мне очень нужно поговорить с шерифом, как можно скорее. Я шериф Рид. Вы можете говорить. Но я бы на вашем месте подождала адвоката, мистер Нэш. Я не... Вы... Вы сказали, что вы шериф? Именно это я сказал. Я... Нет, нет, я просто... Я... Вы шериф Шарфуда? Я шериф Шарфуда. Вы... Вы можете... Можете ли вы говорить от лица? Слушайте. Я ношу блестящую звезду на груди, я сижу одна в участке посреди ночи, и мне страшно хочется спать. Я изучаю материалы по убийству, которым никто не хочет заниматься. Стало быть, я шериф. И хотя я сама еще не привык, как снимать у меня, у вас не уверена, но шерифа у вас нет, мистер Нэш. Смиритесь. Послушайте, шериф. Шериф Рид, да? Отлично, шериф Рид. Я... Я должен поговорить с шерифом, и вы шериф, а я... Так даже лучше. В смысле... Старые шерифы иногда... Неважно. Неважно, я не об этом. Я... Я просто хочу сказать, что произошла ошибка. И я хочу помочь вам всем разобраться, потому что... Потому что я... Огромная партия кокаина хранилась у вас в доме. Вы хотите, чтобы я поверил, что вы ничего об этом не знали? Я снимал этот дом. Я живу там всего пару недель, и вы... Вы знаете это, да? Это легко проверить, да? Да. Это... Неважно. Это не то, что я... Я пытаюсь... Слушать, шериф Рид, вы... Вы должны слушать меня очень внимательно. Я полицейский. Такой же, как и вы, понимаете? Ах, так вы должны быть копов под прикрытием, да, мистер Нэш? Нет, 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 нет. Все... Все гораздо сложнее. Меня зовут не Уоррен Нэш. Это я уже поняла. Ваши хорошие документы плохого качества, так что они практически рассыпались у меня в руках. Если вы... Если вы дадите мне объяснить, я... Хочете увидеть мне настоящие документы, шериф? Вон. Вон тот хьюман, видите? Что? Он тут маленький ящик. Маленький дрянный ящик на стоя, видите? Похож на шкатулку. Он заперт. Мы вскроем его утром. Вы хотите его открыть сейчас? Прошу, шерифы. Давайте откроем его, я постараюсь вам все объяснить. Я в очень сложной ситуации, и прошу вас выслушать меня. Просто откройте шкатулку и вы найдете там мой паспорт. Настоящий паспорт. Меня зовут Джек Бойд. Документы на имя Уоррена Нэша. Я купил за 90 баксов на вокзале. Прошу вас, откройте шкатулку и я вам все объясню. Пожалуйста. Вы сказали, что вы коп? Да. Да. Я был копом, я был шерифом полиции, как и вы. Послушайте, это очень большая и сложная история, но я уверяю вас, это гигантское недоразумение. И то, что мне приходится скрываться, и то, что я оказался здесь, это все череда. Это несправедливость, которую я хочу исправить. И я прошу вас мне помочь. И я прошу вас. Шериф, 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 давайте поговорим. Я умоляю. Ну я думаю, она куда-то пошла звонить. М-м-м, понятно, да. Шериф, давайте я. Вы хотите знать, в чем вас обвиняют, мистер? Бой. Я, скажем так, я не знаю, в курсе ли вы, что произошло в Прибурге прошлой зимы, но все это не имело никакого отношения ни к закону, ни к справедливости. Меня использовали, а я... Вы понимаете, что я обязан сообщить о вас федеральном агенте, мистер Бойт? Шериф, если вы сделаете это, вы продолжите это. Я думаю... Я верю, что вы должны помогать друг другу, так что... Я просто хочу сказать, что вы производите впечатление человека, который... Мы знакомы с считанные минуты, мистер Бойт. Я очень сомневаюсь, что успел произвести на вас какое-то впечатление. Какую бы историю вы ни впутались, я надеюсь, что... Я надеюсь, что вы добьетесь перед справедливости, если это действительно то, чего вы хотите. Но сейчас... Но пока я... Пока я знаю лишь вот что. Вы преступник, и вас ищут. Ваша... Ваша папка? Ваша папка. Папка с материалами по делу. Можно мне на нее взглянуть? Простите, я много лет работал детективом, даже когда я был шерифом полиции, я делал детективом по иную работу. Если у вас есть трудности с этим делом, я уверен, я смогу вам помочь. Копы ведь должны помогать друг другу. Мои слова, верно? Вы думаете, что... Послушайте, что вы теряете. Вы шеф полицейского департамента, мы должны снять рационально. Я не собираюсь вас учить делать вашу работу, я просто... Ну, забудьте на секунду о всей этой... О всей этой неофтной ситуации, хорошо? Хорошо. Если у вас есть нераскрытое убийство перед нами человек, который предлагает вам помощь, может быть, я самозванец, и я не смогу ничего сделать. Может быть, я окажусь сумасшедшим, который разбросает бумаги по камере и начнет танцевать вокруг них, как дикой обезьяны. Но может быть, может быть... Я и правда опытный коп, который поможет вам вычислить убийцу. Разве не этого вы хотите? Разве вы не готовы дать мне шанс, когда вы ничем не рискуете? Разве вы не хотите засадить за решетку настоящего преступника, а не жертву обстоятельств, вроде меня? Я ведь и... Это ведь и есть работа в полиции, вы ведь настоящих преступников, правда? Ну, давить он определенно умеет. Наверное, я сошла с ума. Или нет. Так, чтобы рассказать поступление, вам нужно восстановить картину происшедшего, расставив в нужном порядке кадры с ключевыми событиями. Ну, этим мы с вами уже займемся в следующей серии, друзья. Но если вам понравилось это видео, то не забудьте оценить его своим пальчиком вверх. Ну и, конечно же, не забывайте про подписочку на мой канал. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok